Скандинавская ходьба Сегодня собрались города Яхрома, Лобня, Долгопрудный, Королев, Зеленоград, Москва. Два клуба прибыли. В общем, все чудесно. Около ста человек собралось сегодня к нам на площадку нашего стадиона. Участники собрались на стадионе «Москвич». Вначале прошла энергичная разминка. Затем более ста человек вышли на старт. Фестиваль не предполагал соревновательной основы. Нет победителей и проигравших. Есть люди, желающие весело и бойко провести время в компании единомышленников. Однако, как ни крути, каждый стремился показать, на что способен. Я тоже стараюсь прийти первым. Хоть у меня возраст уже под 80 скоро, но я стараюсь. Я потому что занимаюсь, постоянно занимаюсь гимнастикой, грядкой. Я еще в форме так чувствую себя бодро. Все ветераны, которые уже здесь я познакомился, уже знаю их. Тоже с настроением пришли. Записались на гонки. Два, пять километров. Я раньше ходил на пять, а сейчас только на два. Участники могли пройти короткую двухкилометровую дистанцию. Более опытные ходоки покоряли пять километров. Маршрут был красивым. Простирался по Шереметьевскому лесу. Белый снег, сосны, свежий воздух. Настоящая зимняя сказка. А теплые лучи солнца говорили о приближающейся весне. С погодой в этот день явно повезло. Самое главное, погода хорошая на зиму. И настроение хорошее. Погода улыбается, и мы веселимся. И встречаемся часто. Еще каких-то пять лет назад люди, прогуливающиеся с лыжными палками в руках, вызывали удивление у прохожих. Сейчас ситуация совсем другая. Скандинавская ходьба стала весьма популярной. Лично я даже хожу в две группы. Четыре раза в неделю практически как на работу. А зарплату получаем с задором и энергией, и хорошим настроением. Скандинавская ходьба в нашу яхрому пришла. И задорный наш народ. Палки в руки вперед. А пришла и злобнее. Именно здесь, как уверяют организаторы фестиваля, первыми в Подмосковье стали заниматься скандинавской ходьбой. Я очень рада, что так много народу собралось в Лобни на наш фестиваль. И очень горжусь, что город Лобни является родоначальником движения скандинавской ходьбы по всему Подмосковью. Участники фестиваля подтверждают, спорт помогает поддерживать жизненную энергию и справляться со многими недугами. Во-первых, это дыхание, здоровье. Ну, позитив, полный позитив. Любые спортивные занятия – это радость. Здоровье. Во-вторых, общение. Общение у нас прекрасно. Ну и вот задор такой, вот задор молодежный. Вот нам почти 70, а мы не чувствуем этого. Опытные ходоки и новички, люди в возрасте и молодежь, мамы с детьми и будущие мамы. Скандинавская ходьба – это спорт без границ. Им могут заниматься абсолютно все. Возраст участников фестиваля был от 30 до 79 лет. Мы уже приезжаем третий раз сюда. Вот это традиционно. И будем приезжать дальше. Мы рады и высокому уровню организации, и природе. Вообще все замечательно. Всем участникам фестиваля вручили грамоты, напоили горячим чаем и зарядили положительными эмоциями.